Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футболу Т.Жизни и это продолжение нашей карьеры за тренера. Сегодня у нас четвертый выпуск. Давно у нас не выходила именно карьера за тренера, потому что у нас была неделя карьеры за игрока. Но мы продолжаем теперь выпускать абсолютно весь контент. Немножко дал объему нашей главной карьере на нашем канале от карьера за игрока. Поэтому сегодня у нас три интересных матча. Матч домашний против Ростова, выездной против Урала и домашний против Ахмата. Сейчас мы идем, ну как вы видите, очень плохо, поэтому будем цепляться с каждым соперником. Мы видим, что Ростов сейчас идет выше даже седьмой строчки. Без проблем сейчас посмотрим, на какой они находятся. Они даже на пятой строчке сейчас идут. И будем, значит, играть от обороны, поэтому переходим в режиме тренера. Ну и вот так вот, такую вот расстановку. 66 у нас командный дух. Вот по всем позициям вроде как мы проигрываем. Ну вот кроме правого нападающего вроде. Так что поехали. Итак, стадион Волгоград-арена. Матч Ротор против Ростова. Интересная действительно сейчас игра будет. Ростов неплохо так себя показывает. Пятую строчку в данный момент имеют в чемпионате. И мы сразу переходим в оборонительный футбол. Будем хотя бы, ну не чьими, но как-то нам надо зарабатывать результат. Может быть там на контратаках как-то да и получится выйти. Очень хорошее прям владение. И, уююю, представляете, если получилось бы забить. Бабурин здесь немножко вскрикнул на защитников. Почему? Разрешили пробить. Ребят, ничья 0-0 против Ростова. Но чисто это ничья за нами. Мы полностью переиграли Ростов по владению 72% на 28 пассов. Пассы. Вы просто посмотрите. 89 пассов у нас. 81 точно. 7 перехватов у нас. И посмотрите, сколько мало пассовался Ростов-Карпене. Хотя состав у них был очень хороший. Бесегов лучший игрок у нас матча. И плюс еще одно очко к нашей копилке, можно так сказать. Мы, кстати, опустились, к сожалению, даже после этой ничьи на 15-ю строчку. Было обидно. Мы ждем, кстати, все так же, как там в Сочи. Примут ли наше предложение. Илибо нет. Но я жду. Я на самом деле жду. И сейчас у нас игра против Урала на выезде. Переговоры здесь еще с кем-то. Работа скаутов. Нам нашли левого нападающего. Так, Бурбану. Но это какой-то возрастной. Нет, такие мне не нужны. И решили у нас купить Жану Анонидзе в Дерби-Каунте за всего лишь 800 тысяч евро. Нет. Нет, еще раз нет. Офис главный тренер. А что мне не приходит никак? Ответ на запрос. Так. Сочи отказали нам, потому что они не хотят менять тренера. Я так понял. Ну, давайте я тогда... А кто нам там Динамо предлагали, да, вроде? Да, Динамо еще до сих пор. Их предложения у нас есть. А Динамо идут чуть выше, чем мы. Я не знаю, если я сейчас приму предложение, то когда мы присоединимся к Динамо... Ой, не запрос. Я могу сразу, да? Согласие. Ага, вы можете передумать, пока не у нас только 31 число. То есть, вообще не скоро еще. Ну, ничего, давайте мы попробуем тогда еще. Там кто-то просил мне, кстати, карьеру за Химки. Поэтому почему бы и нет? Трансфер, да, да, я согласен. Подаю еще и в Химки. С Динамо у меня запланирован как бы контракт, но Химки я просто подам вдруг. Потому что, ну, они повыше идут сейчас. Неплохая у них форма. И мне вот кажется, Химки либо Динамо... Ну, Динамо нам уже предложили. Так что, если не Химки, то будет Динамо. Если Химки согласятся, то в Химки, значит, переду. Логично вроде все. После этой ничьей у нас 67-й все так же и остался. Ну, вроде здесь никто так сильно и не устал. Я бы что-нибудь сейчас по тактике бы изменил бы немного. Так, все. Я готов. Сейчас у нас игра против Урала. Также мы, наверное, начнем все-таки. Посмотрим на их состав. Интересный, кстати, да, состав. Вот. Я буду, кстати, еще по гибкой тактической схеме играть. Решил. Урал идут сейчас на 11-й строчке. Победа сегодня над ними. Можно так, ну, просто предсказать. Сравняет нас с ними. Вот. Посмотрим. Выездная игра. Поехали. Итак, стадион центральный в городе Екатеринбурге. Матч Урал против Ротара. В последних матчах, ну, по крайней мере, в последнем матче мы неплохо так себя показали. Против Ростова отстояли на ноль. И мне очень понравилось, как все-таки сыграла моя команда. Мы идем снова в оборону. Так что вот. Главное теперь это владение привести в качество. И вот удар. Это первый удар за сегодняшний выпуск. Самый опасный. Вторая ничья, друзья. Очки. Он держит. Я понимаю, что такой контент может быть неинтересен. Но все-таки за Ротор отстоять на ноль. Два матча подряд в сегодняшнем выпуске. И владение 66%, между прочим. И точность ударов 100%. Просто невероятно. В два раза больше мы перепасовались, чем Урал. Ну, под Березкой у них лучший друг матча. Ну, ладно. Итак, после этой ничьей мы поднимаемся. У нас 14 строчки. Динамо на 12-е. Химки на 9-е. Пока что Химки это наш возможный клуб, в который мы перейдем работать. Итак, долг в нем хотят у нас купить в Тамбов. Мы отклоняем. Все-таки я, все-таки, действительно, еще остаюсь как тренер Ротора. Я не хочу, чтобы обо мне потом думали там плохо. Поэтому никаких лидеров я тут продавать не собираюсь. И читаем сообщения. Ну, здесь Добни и Давитяшвили. И сейчас у нас домашняя игра против Ахмат. Это последний в сегодняшнем выпуске. Ахмат. Ахмат. А, они идут даже ниже, поэтому я, не знаю, на нейтральном что-нибудь попробую. Все-таки мы дома же еще играем. Тоже интересная игра. Вот такая у нас расстановка. Все, мы готовы. Домашняя игра против Ахмата. Сейчас главного аутсайдера чемпионата России. Поехали. Итак, приветствуем болельщиков, которые пришли нас действительно поддержать. Нам это очень важно. Сейчас мы боремся за то, чтобы выйти из низа турнирной таблицы. Так, они пошли, кстати, в оборону, не на Ахмат. Посмотрим, как мы их сейчас попробуем. Но я рискну немного. Оставимся на нейтральном пока что. Потом, если что, в атаку можем пойти. Потому что сейчас действительно Ахмат аутсайдер чемпионата. И именно с этой командой мы должны как-то бороться. Хорошо, вот у меня здесь, да, три защитника. Ну-ну-ну-ну-ну. Что это было сейчас? Затолкал Ахмат мяч Филиппе Визио. У меня три защитника, друзья, оставалось. Вы видели это. Ну, как-то они затолкали все равно этот мяч. Это первый пропущенный мяч. Хотя от защиты играет Ахмат сейчас. А все, а мне больше терять нечего. Я пойду в атаку и тесню сейчас. Первое. Поражение в сегодняшнем выпуске. В последнем матче против аутсайдера турнирной таблицы. На первых минутах буквально мы пропустили. Это их единственный удар в матче был. То есть долг мне вообще не справляется никаким образом. Мы проиграли аутсайдеру. Сейчас они нас, скорее всего, обгонят. Нио Тахмат также остается. У них, правда, 6 очков. Мы на 14, у нас 7. Динамо практически сравнялись с Химками. Сейчас у них равенство очков. Но я не знаю даже почему. Может быть, по очным встречам Химки выше, чем Динамо. Леонель Месси получает золотой мяч. 2020 года получается. Переговоры у нас еще. Здесь работа скаута все так же. Левого нападающего нам нашли Ботани из Лугану, 29-летний. И возрастная. А что у нас здесь вообще нет? Ну вот есть же какой-то молодой, нашли. Зачем возрастных нам таких дают? Офи. Так, тренерская карьера. Предложение главному тренеру. А что это? Что-то еще. Что произошло? Химки согласились или нет? Сообщение. Динамо лучший футболист мира, лучший тренер. Да, Химки согласились, поэтому мы сейчас вот здесь, кому интересно. Так. Все, получается. В тренерскую карьеру мы заходим. И мы готовы подписать контракт с Химками, потому что не знаю. Давайте вы напишите об этом в комментариях, куда лучше, в Химки, либо в Динамо. Потому что многие из вас спросили карьеру за Химки, вот почему бы и нет. Хотя у Динамо состав-то получше, просто надо сейчас в нужное русло это все перевести. Ну и все. Дальше мы просимулируем сейчас до последней игры. Но эту последнюю игру мы будем играть, естественно, в следующем уже выпуске. Это в другой месте. Вот с Рубином на выезде. Управление. Моя команда. Да, ведь Ашвили хотя-то в Унион уже купить. Но действительно, сколько ему лет там? 19 лет ему. А рейтинг у него уже 77. Просто нереальные статы. И рейтинг уж точно. Поэтому сообщение нам здесь, да. Куман стал, да, тренером года. Лучший тренер мира. Вот. Поэтому мы на этом заканчиваем. Всем спасибо большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики и стримы, которые у нас выходят по выходным. С вами был Андрей, канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok